МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Продолжает пребывать. Какие районы под угрозой подтопления? Единственный в крае в Барнауле открыли памятник Кириллу и Мефодию. За кулисами? Первый возможный туристический маршрут по будущему национальному парку в Тагуле представили власти Алтайского края. Ученики Барнаульской школы почувствовали себя в роли настоящих телеведущих. Итак, спасатели прогнозируют увеличение уровня воды в Катуни. В реке Черыж уровень воды напротив продолжает опускаться. Сейчас в Черыжском районе остаются подтоплены 6 подворий. В Краснощоковском районе наблюдается подъем уровня воды с подтоплением пониженных территорий. В двух населенных пунктах Краснощоковского района подтоплены приусадебные участки. В примитивных целях группировка сил главного управления с оперативной группой направлена в Советский район в связи с прогнозируемым подъемом уровня воды в реке Катуни. В Моралихе затопило 56 приусадебных участков. В Краснощоково – 7. К этой статистике, по словам сотрудников МЧС, могут присоединиться села Красногорского, Советского, Бийского и Алтайского районов. Сейчас там дежурят спасатели всего 65 человек. Горячая вода в домах барнаульцев появится на 12 дней раньше. Энергетики уже приступили к частичному запуску потребителям в контуре барнаульской ТЭЦ-3. Гидравлические испытания теплосетей завершились почти на две недели раньше срока. 24 мая воду жители 11 многоквартирных домов, двух детских садов, административные здания больницы начинают получать. Отметим, что работы идут сверхурочно, включая выходные, ночное время, в приоритетном порядке ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды. Сейчас их осталось 64. Всего же в результате испытаний на тепловых сетях выявили 184 повреждения. Продолжаем выпуск. Профессор Алексей Тишкин не допущен до выборов ректора Алтайского госуниверситета. Вопреки появившейся неделю назад информации, аттестационная комиссия Минобранауки России все-таки не стала полностью одобрять список из четырех претендентов на этот пост. Единственным, кого отсеяли к недоумению многих наблюдателей, стал завкафедры археологии Алексей Тишкин. Как рассказал профессор, решение стало для него полной неожиданностью. Приказ Минобранауки был издан накануне поздно вечером. Напомним, в Москву у нас обеседование также летали временно исполняющие обязанности ректора Сергей Бочаров, проректор по экономике Александр Житких и завкафедрой зоологии Александр Матюра. Подробный комментарий Алексея Тишкина смотрите в вечернем эфире. Памятник отцам славянской письменности равнопостальным Кириллу и Мефодию открыли сегодня в Барнауле в сквере рядом со Знаменским монастырем. Освещение монумента было приурочено к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Кирилл и Мефодий, жившие в 9 веке нашей эры, создатели старославянской азбуки, кириллицы и церковно-славянского языка. Благодаря им возникла и обрела свой сегодняшний вид современная славянская российская культура. Камень на месте будущего памятника в сквере у Знаменского монастыря был заложен в 2009 году. Сами же работы над проектом начались больше года назад. Воскресы из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых равноапостольных Мефодий и Кирилла, учителей славянских, их же и памяти не совершаем. Святых и праведных Бога, Отец Иоакима, Иоанны, всех святых, помилуй и спасет нас, яку благ и человека любит. Памятники Кириллу и Мефодию стоят во многих городах России и мира, но Барнаульский монумент первый в крае и один из немногих в Сибири. Автором стал художник Сергей Исаков, чьи полотные скульптуры находятся в музеях России, Греции, Италии, Франции. Проект постамента для памятника создали Михаил Соломатин и архитектор Иван Соловьев. Как работает телевидение, вживую увидели ученики 42-й гимназии. Сотрудники Сибирской медиагруппы провели экскурсию. Детей познакомили с профессией журналиста, корреспондента, рассказали о тонкостях работы ведущего, диджея на радио и даже дали возможность почувствовать себя диктором. Я хотела в будущем стать певицей, но это не точно, потому что мне здесь уже нравится. Я хочу как-то свою карьеру певицы связать с журналистикой. Пятиклассница Настя уже давно поняла ее будущее в творческой профессии, поэтому новость о том, что она увидит изнанку телевидения, девочку, конечно, взволновала. Сегодня Настя в настоящей студии и в роли настоящей ведущей. Заветная фраза «Стоп, снято!» вызвала восторг у школьников. Не каждый день присутствуешь при создании новостей. Первый возможный туристический маршрут по будущему национальному парку в Тагуле представили власти Алтайского края. Сотрудники телекомпании поделились секретами, как из отдельных кадров получается целый сюжет, как ведущие запоминают огромные тексты, да и запоминают ли, какую одежду носят дикторы. Открытий было множество, даже для родителей пятиклашек. Сын попробовал себя в роли ведущего. Я просто в восторге сама, потому что мне понравилось, как это он так держался. Не знаю, свяжем ли мы жизнь с журналистикой, но для общего кругозора мне очень-очень понравилось. А это редакция «Комсомольской правды», кузница горячих новостей. У них ставится букво «Е». Без русского языка в журналистике никуда, делится редактор Ольга Ведерникова. Выглядит все просто, обычные столы и компьютеры. На самом же деле работа кипит круглосуточно. Журналистам нужно быстро подготовить материал, сначала разместить его на сайте, затем в газете, чтобы читатели комсомолки узнали первыми о важном. В одном здании ребята увидели кухню сразу нескольких редакций. Сибирская медиагруппа – это несколько газет «Комсомолка» на Алтае, «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Журнал «Автограф», «Радио», «КП», «Сайты Политсибру» и «Толк», «Телевидение» и «Новостной канал». Возможно, не все встанут на путь журналистики, как это уже решила сделать Настя, но для школьников это бесценный опыт и, безусловно, вдохновение. Татьяна Голубева, Антон Васильев, Андрей Печоркин. В Барнауле начала свою работу 15-я по счету строительная выставка «Алтайстрой. Барнаул. Малоэтажное строительство. Отделка. Ремонт. Интерьер». Подробнее далее. В этом году выставка по традиции проходит под открытым небом, но на новой площадке у торгового центра «Галакси». Переезд от дворца «Спорта», к слову, не уменьшил, а напротив, увеличил число ее участников. Почти треть компаний – новички. Свою продукцию представляют не только фирмы нашего края, но и гости, например, из Новосибирска, Томска, Омска и Кемерово. Здесь все можно не только посмотреть, но и потрогать своими руками. Представлена тротуарная плитка, стало больше разновидностей видов и производителей. Утеплители новые. Будет работать демонстрации напыления, автоматическая штукатурка. Предполагается краш-тест теплицы у агронома. Будут на теплицу ставить автомобиль весом более полторы тонны. Это далеко не полный перечень того, что можно здесь увидеть. Кстати, в ближайшие дни погода будет ясной и не помешает всем желающим побывать на строительной выставке. Она будет работать еще два дня в пятницу и субботу с 9.30 до 18.00. Добро пожаловать! Спонсор прогноза погоды Банк Восточный. Какой она будет, узнаете через несколько секунд. У меня все новости к этому часу. До встречи в вечернем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова